В общем я покопался, оказалось тебе не повезло и нельзя сделать онлайн то что я хочу, так что тебе придется все таки поставить R и RStudio R при этом в этом порядке, то есть сначала нужно поставить R, потом RStudio R можно скачать вот здесь по этой ссылке, я тебе ее кину ну где-нибудь здесь будет кнопка download R и там тебе, ты выберешь какое-нибудь зеркало и скачаешь R для Linux, Mac, Windows все что угодно второе что понадобится это RStudio, это такая оболочка где удобно работать с R тоже я кину тебе эту ссылку, тоже здесь есть Windows, Linux и Mac когда ты устанавливаешь перед тобой будет что-нибудь вот такое скорее всего и я собственно перед тобой будет вот что-то такое, тебе нужно будет открыть вкладку скрипта, то есть здесь это консоль, где можно набирать там например 2 плюс 2 равно 4 и что-нибудь читать а здесь некоторые скрипты, которые ты пишешь и можешь редактировать чтобы запустить что-нибудь из скрипта, тебе нужно нажать Run или как он сейчас подскажет, Ctrl-Enter вот что тебе понадобится дальше? тебе понадобится скрипт, который я написал и уходится где-то здесь и собственно говоря здесь два файла здесь файл со странами и файл R тебе понадобится оба первое я просто могу скопировать и вставить сюда второй надо будет скачать то есть ты берешь говоришь Row он перед тобой открывается и ты его куда-нибудь сохраняешь например давай создадим новую папку под названием DioFolder вот что дальше понадобится? дальше тебе нужно будет установить пакеты это делается единожды тебе нужно раскомментаривать вот эту строку и запустить ее я не буду это делать потому что они у меня все уже установлены но в общем это займет какое-то время это делается один раз то есть один раз устанавливаешь а дальше уже устанавливать не нужно а дальше тебе нужно будет единственное что это настроить ну давай считать что нам нужна вот эта вот папка на десктопе который мы назвали лингий фолдер а когда я говорю set.id то теперь он мне скажет допустим какие у меня там есть файлы сейчас countries css что мне нужно мне нужно скопировать в эту папку файл который ты прислала который выглядит вот так вот и он теперь живет в этой папке теперь если я скажу есть файл то у меня есть countries cssv и вот этот pdf а дальше уже начинается как-то более-менее можно идти просто по скрипту то есть я включаю один пакет включаю другой пакет загружаю модель и дальше работаю с файлом то есть я запускаю он какое-то время будет работать ну на коротком файле он будет работать быстро ну и теперь у меня появился переменный текст который содержит вот все что я на осе арио получилась вот такая штука и дальше я это сохраняю файл results текста то есть в крайнем случае можно даже там как-то что-то исправить и там не знаю result txt это просто такой текстовый файл могу с ним все что угодно делать могу добавить строку могу добавить что-нибудь вот дальше я разбиваю все делаю эту табличку для этого я считываю ну включаю библиотеку считываю файл countresses вот этот который мне нужен чтобы он выглядел таким образом и дальше я запускаю код который связан с созданием таблицы сейчас я вроде добавлю туда ну давай попробуем сделаем хитрость то есть сейчас если я считаю у меня получится такая табличка в которой вот здесь вот у меня просто каждая строчка это новая строчка нашего файла results.txt который мы только что создали и я вроде добавил а нет не добавил в общем идея заключается в том что если я его запущу то после этого он мне сделает cc файл который выглядит вот так вот и я его могу сохранить уже как excel если хочу и что-нибудь с ним делать у него есть слабые места то есть я сейчас подправлю я подправлю наверное вот здесь нужно добавить некоторую штуку я подправлю код и в результате у тебя он будет важно понимать что собственно сейчас мы работаем с одним то есть как бы ты сделала вот так вот один pdf это может быть много pdf то есть как бы один лучше чтобы это был один длинный pdf то есть склеить все в один pdf в котором все это происходит то есть тут у него одна строка страница а лучше чтобы было там не знаю сто пятьсот страниц и один pdf тогда не придется особенно париться вот собственно и все